Здравствуйте! Сегодня мне предстоит поставить и подсоединить накопительный электрический водонагреватель объёмом на 50 литров. Сам бак бойлера закрепляем на стене и уставляем по уровню. Прикручиваем кран для сброса воды и предохранительный клапан. Теперь необходимо проделать всю необходимую работу подсоединения его к водопроводу и к смесителю. Подсоединение буду делать металлопластиковой трубой диаметром 16 мм. Отмеряю и отрезаю по размеру металлопластиковую трубку и сгибаю её в необходимом месте. Не забудем заранее одеть гайку и прижимное кольцо. Расширяем конец трубки калибратором, чтобы она свободно оделась на ниппель соединения. Завожу по месту и наживляю гайку с дальнейшей доводкой до полного прижима. Теперь вторую трубку подсоединяем аналогично первой. Окончательно проверяем все фитинговые соединения и при необходимости подтягиваем гайки. Соединение бойлеру будем делать через фитинговый концевик или по-научному соединитель патрубок. Делаю подмотку из фум-ленты. Многие не советуют делать такую подмотку, так как она ненадёжная. Не знаю у кого как, но у меня не было таких случаев протечки воды. Ленту шириной 19 мм сгибаю пополам и делаю 7-8 витков по резьбе. Смотрим, чтобы не было перекрыто отверстие трубы от ленты. Накручиваем соединитель патрубок и затягиваем его ключом. На металлопластику трубку одеваем гайку и кольцо от фитинга. Расширяем конец трубки калибратором и заводим по месту соединения. Наживляем гайку и затягиваем ключом. Аналогично проделываем и со второй трубкой. Выравниваем подсоединенные трубки между собой. Теперь открываем кран подачи холодной воды, заполняя бойлер водой. При этом кран смесителя должен быть открытый. И смотрим, когда побежала вода из смесителя под напором без воздуха. Перекрываем его и включаем розетку-вилку от бойлера. Всё, водонагреватель готов к использованию. Такую несложную работу каждый желающий и сам сможет проделать. Кто желает получать известие о добавленных вновь новых видео, то не забудем подписаться на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.